Дальше. У нас сейчас на очереди Игорь Матюхин, CEO SONICS, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в Российской Федерации при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Тема выступления – правовые аспекты регулирования ICO. Вот как раз продолжение этой темы, наверное. Игорь, вам слово. Да, спасибо. А что с презентацией у нас? Понятно. Добрый день, коллеги. Сейчас презентацию включу, начнем. У меня будет несколько идеологизированных выступлений, потому что я достаточно случайным образом попал в сферу регулирования и сферы формирования законодательства. То есть я представляю индустрию. Вот. И почему я здесь стою? Собственно, я действительно член экспертного совета по законодательному обеспечению и развитию финансовых технологий в РФ. Прекомитетер Государственной Думы по финансовому рынку. Такое сложное название. Но это профильный комитет Государственной Думы, который сейчас фактически занимается выработкой законодательства, в том числе и по криптовалюции. То, что было в течение последних предыдущих пары лет, вы, наверное, знаете, там, такое, депутата Государственной Думы по финансовому рынку, это была некоторая инициатива. Вот. А сейчас началась конкретная работа. Вот. Также я являюсь членом Президиума Совета Центральной Экономики и Инновационной Технологии Евразийской Организации Экономического Сотрудничества. И мы занимаемся отбором и экспертизой в блокчейн-проектов и проектов, связанных с блокчейном на евразийском пространстве. Помимо этого я являюсь, участвую в двух проектах под кинезацией реального бизнеса. В одном я являюсь SEO, в этом проекте ESONIX, производство микроэлектроники, ориентированной в первую очередь на майнинг, но также широкий спектр электроники. И второй большой проект Exelon Eagle Nest. Это проект, связанный с организацией инфраструктуры для майнинга на территории Восточной Сибири на дешевом электричестве, который получается путем переработки попутного нефтяного газа. Также я партнер в Digital Assets Rating Agency. Это такой стартап, который направлен на независимое рейтингование проектов. Как вы знаете, какая сейчас проблема, связанная с тем, что на рынок SEO пришло большое количество, ну, достаточно странных проектов. Вот, связаться со мной можете на Facebook. Несколько модных тезисов по-быстрому. Значит, коллеги, то, что вы читаете в интернете по поводу того, что происходит в законодательстве, лучше не читайте. Последуйте совету Волгакова и делите на 10 то, что вам пишут СМИ. И я сначала, когда читал это все с позволения сказать литературу, я думал, какие идиоты у нас в законодательном собрании, в регуляторах. Вот, они ничего не понимают, то есть, ну, полные дебилы. Когда я перешел на темную сторону, на первом заседании, значит, вот этого экспертного совета, его председатель Март Экшакун попросил специально, значит, предстоит из средств массовой информации тщательно относиться к тому, что они пишут. Но на следующий день было выпущено такое количество утра, вот, которые абсолютно искажали то, что происходит, что я, просто у меня волосы беды встали. Поэтому делите все на 10. Вот, это не означает, что все хорошо, вам надо законодательное регулирование, но просто имейте это в виду. СМИ, одержавленный фактус, в общем, готовы во все тяжкие пускаться. Значит, второй тезис, вводный, это то, что наша с вами отрасль, криптовалюта, ICO, это не просто какая-то технология, даже не закрывающая технология. Это технология, которая меняет социально-экономическое устройство общества. Это очень серьезные сдвиги в социальном устройстве, и они будут проходить, конечно же, они никогда не проходят легко. То есть это будет борьба, это будут конфликты, может быть, это даже будут катастрофы. То есть мы с вами живем со мной с тобой в интересное время, потому что все меняется. Действительно, общество меняется при помощи этой технологии. Вот, с другой стороны, здесь есть определенный, достаточно серьезный риск. Вот, это надо понимать. Значит, следующая метафора, вводная. Значит, то, что сейчас происходит у нас глобально, это стартовавшаяся, уже как бы набравшая силу, гонка финансовых вооружений, я написал, ну, гонка финансовых технологий. То есть это борьба различных юрисдикций за привлечение перспективных технологий блокчейн. Борьба за единорогов, борьба за те проекты, которые будут, капитализация которых будет превышать миллиард, там, может быть, несколько миллиардов. Так вот, парадокс заключается в том, что российские программисты, российские мозги, они присутствуют более чем в половине самых крутых блокчейн-проектов. При этом проблема заключается в том, что ни один из этих единорогов не присутствует в России. Все они структурированы юридически, в других юрисдикциях, и это большая проблема. Ну, попробуем поменять эту историю, в общем-то, усилия прилагаем. Вот. И последний плотный тезис. В нашей стране, здесь присутствует слово «консенсус», регулирование – это продукт консенсуса регулятора. Вот. И это тоже проблема, потому что каждый из регуляторов решает свою путьскую задачу. Ни один из регуляторов не смотрит вот на пункт предыдущий, на то, что в стране нужно конкурировать с другими странами за привлекательность для тех стратегически значимых проектов, которые будут давать им финализацию, которые будут давать налоги и так далее, и так далее, и так далее. Которые будут срезать издержки, по большому счету. И я на каждом из заседаний экспертного совета и на других площадках примерно начинаю и заканчиваю свое выступление одним и тем же, подобно Марку Порцу и Картону, одному из римских сенаторов, он каждое свое выступление заканчивал тем, что Карфаген должен быть разрушен. Я каждый раз снова и снова повторяю, что любое законодательное решение, любая законодательная инициатива, она должна всегда проверяться на то, насколько она помогает привлекать внимание, привлекать деньги, привлекать проекты в нашу юрисдикцию. К сожалению, пока мы не можем ничего похвастаться в этой сфере, но, возможно, что-нибудь сделаем. Давайте рассмотрим кратко. Криптовалюта с точки зрения экономиста и с точки зрения здравого смысла это реальная валюта, потому что, как мы все знаем из учебников по экономике, деньги это средства обмена, средства сохранения стоимости и веро стоимости. Этим функциям криптовалюта, она обладает, то есть соответствует, она обладает этими функциями в полной мере, и с точки зрения здравого смысла криптовалюта это деньги. Но есть маленький нюанс. Ну, да. Маленький нюанс заключается в том, что если посмотреть глазами юриста на это, то деньги это то, что является законным платежным средством, обязательным к приему. К сожалению, криптовалюты не являются таковыми в большинстве подавляющих стран, за исключением, может быть, Японии. И это ведет к проблеме, это ведет к парадоксу. То есть, де-факто, криптовалюта является деньгами, до евро она деньгами не является. При этом, то, чего наши регуляторы очень сильно боятся, криптовалюта по объективным причинам является более эффективным средством платежа, средством накопления стоимости и так далее, и так далее. То есть, криптовалюта трансгранична, криптовалюта ограничена, криптовалюта анонимна, криптовалюта имеет понятный механизм эмиссии, достаточно прозрачный, и пользователи полностью контролируют эти деньги, в отличие от фиатных денег. Исходя из этого парадокса, мы имеем большое непонимание со стороны регуляторов разных стран, и, как следствие, огромный расспрос реакций на этот феномен. Какие задачи решают регуляторы? Ну, понятно, борьба с мошенничеством с черным рынком, защита участников рынка от этого самого мошенничества, пресловутый антимания ландеринг, то есть, противодействие отмыванию денег, создание базы лицензирования для налогообложения, это все понятно, но я специально подчеркнул последний пункт, на который почти никто не обращает внимания. Главной стратегической задачей регулирования в современном мире в ситуации международной конкуренции является создание привлекательной среды для перспективных технологий. Об этом регуляторы, как правило, не все и не всегда задумываются. Подводя итог, полноценные законодательства пока у нас нет ни в одной стране, но и пока даже не выработаны какие-то подходы, которые позволят ли бы четкие нормы регулирования для этой децентрализованной системы создать. Значит, что есть за рубежом? За рубежом в отдельных юрисдикциях криптовалюта сопрещена полностью. Это не очень доминовинно, не очень умно, но тем не менее такие решения приняты в ряде стран, не очень продвинуты. Япония пошла, как вы знаете, впереди всех. Они признали эту криптовалюту законным средством платежа, воспользовавшись тем, что в Китае были определенные изобретительные меры приняты. И они выиграли на этом серьезно, потому что на японские биржи сразу же потекла ликвидность. И они являются, в общем-то, лидирующими. Сейчас туда приходит криптовал. В остальных странах позиция выжидательная. Регуляторы пытаются разобраться в ситуации. Регуляторы решают власть между защитой интересов инвесторов, суверенитетом государства и развития инвесторных технологий. В частности, в Евросоюзе, наверное, вы знаете, что криптовалюта была по суту приравнена к валютному активу. То есть не является заторным средством платежа, он является валютным активом. А в Швейцарии признается как иностранная валюта. Швейцарцы очень молодцы. Значит, что у нас в России? Вот, собственно, вы видите перед собой все российское регулирование криптовалюты. Это пресловутая письмо Федеральная налоговая служба России от октября 2016 года, которая подвесила ситуацию по полной программе. То есть, с одной стороны, у нас в законодательстве действительно не определено понятие денежно-русно-суррогат, потому что Федеральная налоговая служба предостерегая всех, значит, от использования криптовалют в работе, потому что... Потому что есть возможность, значит, отмывать доходы, полученные преступным путем, и финансировать терроризм. Вот. Ну, и вот в такой ситуации мы пребываем до сих пор, к сожалению. Несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин, соответственно, подписал программу развития цифровой экономики, но если вы посмотрите текст этой программы, то вы увидите, что с криптовалютой там плохо. То есть цифровая экономика есть, но криптовалюта в ней как-то не очень есть. Вот это проблема, потому что одно без другого на самом деле не работает. Вот. Значит, несколько опять метафор по российскому регулированию. Вот эта вот ситуация, когда не запрещено, но и не разрешено, она характеризуется такой цитатой «Сон разум рождает чудовища». Потому что есть прецеденты, когда... Ну, если два года назад просто социальный комитет приглашал майнеров сажать там от 5 до 7, по-моему, то и сейчас, к сожалению, есть отдельные директивы, например, в МВД, которые рассылают по регионам, значит, всякие интересные бумаги по поводу того, что криптовалютчиков найти, обезвредить, вот там. Есть отдельные инициативы, по принципу «заставь дурака Богу молиться», значит, и он сделает все, что надо. Вторая часть, значит, этой ситуации, она характеризуется двумя словами и русскими «цейкнот», потому что «цейкнот» — это у нас все меньше и меньше времени для того, чтобы регулирование сделать. Потому что если мы это не сделаем, то мы перестанем быть привлекательными. Вот. И весь интеллектуальный капитал и все деньги потекут туда, где это сделано. А «цук цванг» — это шахматное понятие, оно говорит нам о том, что какое бы решение не принял регулятор, ему будет не очень хорошо. Потому что если он примет криптовалюту, то он потеряет часть своих полномочий и часть своих рычагов управления. Если он не примет криптовалюты, то, к сожалению, опять же, ликвидности и мозги втекут в другую юрисдикцию. Вот. К счастью, в нашем законодательном корпусе эту проблему понимают. Вот. Но кроме законодательного корпуса у нас имеются еще регуляторы, которые решают свои корпоративные задачи. Ну, вы знаете, да, что мы планировали сначала принять какое-то регулирование летом, вот, потом в сентябре, потом в ноябре, и сейчас мы говорим о том, что где-нибудь в первом квартале 2018 года это будет принято. Надеюсь, что это будет так. Мы работаем в этом направлении. Так, теперь быстренько переходим к SEO. Тут надо понимать, что криптовалюта – это, конечно же, токены, но не всякий токен криптовалюта. Природа токенов множественная, и регулировать их нужно по-разному. Токены бывают непосредственно криптовалютными по функциям, ну, к примеру, биткоин, айконы, монеры и так далее. Протокольные токены на эфириум, гнозис, к примеру. Токены как секьюритис, как ценные бумаги, к примеру, может быть, гиблиас из старта и печально известный бедао. Товарные токены, цирпоин, рималбейс, и, в частности, наш проект исоникс тоже таким является. То есть это то, что называется utility токеном. Функции токенов, они могут, как бы, сливаться. Потому что, например, эфириум является протокольным токеном, но, в принципе, он имеет все признаки криптовалюты. Вот, поэтому регулирование для разных видов токенов не должно быть одинаковым. Это понятно, да? Если вы начинаете регулировать крипту, которая является игровой валютой, точно так же, как вы регулируете ценные бумаги, то это, ну, это нонсенс, это бред. Это так не бывает. Поэтому нужно делить. Естественно, тоже, значит, наши законодатели, они там самообразовываются, и уже сейчас это прекрасно понимают. Два года назад они приходили к нам на посылевые мероприятия и спрашивали, ну, что же это такое криптовалюта? Это там токен, то есть, это актив, это товар. Вы, как с каждым, это крабишем. Вот, мы им объясняли, что это разное, это, может, для чем угодно. Вот, сейчас они понимают. По поводу будущего регулирования ICO в России. Понятно, что она должна учитывать множественную природу токенов, регулировать их по-разному. Для того, чтобы регулировать ICO, надо сначала научиться регулировать, собственно, криптовалюты и криптотокены, то есть, необходимо их ввести в легальное поле. И главное, нужно принять законодательство по краудфандингу, потому что ICO – это такая продвинутая форма краудфандинга. Краудфандинг возможен, в принципе, без ICO, но это общее регулирование. Так, значит, что делать в этой связи? Значит, не нужно ломать трава, нужно, значит, не нужно менять гражданский кодекс, нужно просто исходить из того, что криптовалюты и токены – это его иное имущество, как это записано в 128-й статье ГК. Отдельный закон о криптовалютах – это долго, дорого, тяжело и, скорее всего, неправильно. Вот, поэтому нужно идти, как говорили мои учителя, путем DAO, то есть путем наименьшего сопротивления. Если в законе что-то описано, ему соответствует феномену, то, скорее всего, лучше так и делать. Да, хорошо. Все регулирование криптосферы должно концентрироваться в широких направлениях. Базовое понятие определения – правила обмена оборота, правила привлечения финансового сфера и через все и правила налогообложения. Значит, по майнингу мы очень продвигаем с коллегами мысль о том, что не надо регулировать майнинг, нужно только регулировать налогообложение, не надо лезть туда, куда не стоит лезть. По трейдингу, в принципе, то же самое. Нам надо, как бы, организовать площадки и дать возможность людям этим заниматься с KYC-AML, но как можно в более широком кругу юридических и физических лиц. Это частное мнение, значит, оно не совпадает с мнением многих, кто принимает участие в аэропортическом анализе. Ну и, соответственно, НДС нужно отменить по отношению криптоинструментов, иначе мы оказываемся на обочине всего мейнстрима. Дальше. Уделить детальное внимание защите от мошеннических действий в криптосфере, в частности в ACO, но так, чтобы это не добавляло проблем добросовестным игрокам. Это принципиальный момент, потому что у нас могут зарегулировать так, что не вздохнуть и выдохнуть. Значит, в Швейцарии есть такое понятие tax ruling, то есть вы договариваетесь с регулятором о том, сколько налогов вы будете платить. Это правильный подход, я считаю, для того, чтобы сюда, ну, юридически стали здесь структурироваться проекты. Вот. Но наши регуляторы очень любят затягивать гайки и, не зная, насколько это применимо, будем пытаться пробивать продвигатель. Ну и, соответственно, организовать надо благоприятные условия для самоорганизации, эффективного саморегулирования индустрии. Всяческие разные СРО, ассоциации, рейтинговые агентства, то, чем мы занимаемся независимо, которые бы давали людям информацию о том, что происходит на рынке, какие проекты хорошие и какие плохие. Что даст нам грамотное регулирование? Приток внутренних и внешних инвестиций. То есть из кармана граждан и снаружи посолков. Трансгранична. И самое главное, вступление в игру крупных институциональных игроков как со стороны инвесторов, так и со стороны проекта. Потому что они все готовы играть в эту игру, но они не понимают правила игры, они не готовы принять для себя эти риски. Как только регулирование будет, значит, мы увидим взрыв. Применение криптовых инструментов ICO для финансирования широкого круга проектов и бизнесов и сферы блокчейна. Это очень важно. Потому что следующий, как бы, такой серьезный толчок капитализации блокчейна, с моей точки зрения, дадут именно такие проекты. Рост блокчейн-индустрии за счет массовой организации реального бизнеса. Платформы, они не могут жить сами по себе. Куда должен прийти реальный бизнес, эти платформы Ethereum, Waves и так далее. Значит, кто-то должен выпускать эти токены. То есть, блокчейн-единорогов не хватит на всех. Да? Но если у вас каждый бизнес земной будет токенизироваться, это будет просто адский рост капитализации. Вот. Значит, по текущей ситуации, время продажи обещаний задорога проходит, инвесторам нужно надежность. Мы видим это просто сейчас в реальном времени, потому что мы сейчас сами проводим при ICO. Мы видим, насколько энтузиазм потух. То, что было весной и летом, сошло на нет. Сильные проекты блокчейновские, конечно же, выживут, и, значит, они соберут деньги, и капитализация в них вырастет. Но учитывая то, что сейчас по 400-500 SEO в неделю проходит, вы понимаете, какая там конкуренция. И не ожидайте то, что вы сейчас будете продавать людям идею, и она соберет денег. То есть, нужны проекты с поддержкой, нужны проекты обоснованные. Для не блокчейнового проекта с хорошим потенциалом можно построить схему работы токенов так, чтобы обеспечить им многократный рост. Мы с коллегами именно этим занимаемся, мы пытаемся придумать схемы, работающие для не блокчейновым бизнесом, которые бы позволяли токенам. Два примера – это Ysonix наш, это токенизация производства микроэлектроники. Мы придумали схему, которая позволяет восконять капитализацию токенов в разы и в десятки раз. Вот. И второе – это Exelon Eagle Nest, проект, который я отвечаю за ИСЮ. Это проект по переработке покупного нефтяного газа в дешевую электроэнергию и дальше подачи в инфраструктуру для майнинга на дешевом электричестве. Большой проект до гигаватта мощности. И схемы тоже построим таким образом, чтобы токены с хорошей скоростью росли примерно так же, как они растут в блокчейн-проекте. Все, спасибо. На этом я заканчиваю. На вопросы буду рад ответить. Спасибо большое, Игорь. Вопросы у кого-то есть? Хорошо. Отставляйтесь. Отделывайте-то. Не выходит камерных смоток. Давайте я вам сейчас поднесу. А, все хорошо. А, работает? Ну-ка раз. А, вы гоняете? Вакромич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Угоняйте его, да? Еще раз, погромче, погромче Дождемся вопросов Вы что? Да, часто нужно Вы говорите, что не нужны сильные изменения Но, например, от полностью откидываете те же смарт-контракты Которые, по сути, дела останутся исполнительными средствами, но не юридическими сущностями Таким образом, ход всегда будет ввестись, не приравниваясь к закону Во время как, ну, смарт-контракты значительно облегчают все и вся Смарт-контракты — это технология, технологию регулировать не стоит И бессмысленно регулировать Я говорю не про регулировать, не про... Я говорю про, когда вход будет приравнен к закону Когда у вас смарт-контракт будет не частью бумажного контракта, а будет равен ему Да вряд ли это будет Я не вижу в этом проблемы, рано или поздно так и будет Да, но это уже более серьезный регулировать Это добавление в законодательство новых сущностей Ни в коем случае А мы принимаем это как работающую технологию Здесь речь уже не о технологии Вещь о новой сущности, когда, ну, по сути дела Вы никогда не сможете сделать цифровую личность, не изменив законодательство на серьезном уровне Знаете, надо начинать с малого Я в начале выступления сказал, что никто не знает, чем это закончится Согласен Согласен Потому что есть радикальный подход криптоанархистов, есть радикальный подход государственников И консенсус может быть найден очень неожиданно Я бы сказал, да Хорошо, да, спасибо Здравствуйте Здравствуйте Да, здравствуйте Ну, я бы не хотел сейчас рассказывать, если... я потом лично расскажу о каких-то турбинах Просто тематика выступления другая немножко, я бы хотел послушать вопросы про... Можно, пожалуйста, на вопрос? Да, смотрите Да Я правильно понял из-за выступления, что, по сути, вы признаете, что два года рабочая группа с возглавляемой Энери Садоенко Ничего не достигла, ничего не сделала И, по сути, теперь создана другая рабочая группа, которая будет заниматься тем же еще два года Ну, как бы это так вам ответить помягче Можете ответить так, как есть Ну, это была частная инициатива в рамках Государственной Думы Она, как бы, достигла определенных результатов, но она сама при себе не привела бы ни к чему То есть сейчас, как бы, началась реальная работа в профильном комитете, через который проходит все профильные законодательства Хорошо, допустим Второй вопрос Если я вас правильно понял, все, что нужно сделать, это приравнять валюты к имущественному праву или, как вы считаете, к имуществу И, по сути, несколько изменений в гражданский кодекс Чем тогда рабочая группа будет заниматься до лета 2018 года? Ждать, когда президент сказал тогда сделать? Еще раз не понял, чем Еще раз не понял, чем Вот этих изменений рассказали не нужно Но рабочая группа будет заниматься до лета 2018 года? Пройдут выборы в российские переменцы Не в коем случае Но чем заниматься будете? Ну, скажем так Рабочая группа обязалась что-то принять в первом квартале Вот, и что-то выплатить Что я до конца не понимаю Потому что в нашей рабочей группе, к сожалению, представители индустрии обещали 50% А де-факто там у нас подавляющее большинство Я могу по пальцам перечислить представителей индустрии В основном это разного рода регуляторы Минфин, Минкомсвязь, значит, топы банков Фиросфин мониторинг, там, ну, и люди в погонах Вот, поэтому это очень серьезный Даже чтобы продвинуть то, что я вам показал В общем, это серьезная работа Алё, Алё Так, еще один вопрос Зеленый выглянул Ага Представляю Это строительная компания Скажите, пожалуйста, а вот 25 декабря Некоторые рассказали, что в Госдуме встречается всемирный слет майнеров Все это мероприятие, кто его вообще оглашал И насколько это серьезно? В Госдуме слет майнеров Ну, Госдума сказала, что 20 декабря будет проведен слет майнеров всемирный То есть это регулирование Да, была такая новость К сожалению, пока подробностей не знаю Да, да Ну, 25 декабря уже на носу Да, да, да Ну, пригласим майнеров Пообщаемся с ними На какую площадку? Я думаю, что на площадке Госдумы Ну, то есть там Когда будут приглашать 25 декабря На носу уже? А в июле же Аааа Лучше не приходить Скорее всего, всех на учет поставят Ну, Госдума такой Такой орган, который сам решает, кого приглашать Когда приглашать Как правило, это неожиданно Они хотят перекусывать просто? Да Да Нет, они хотят взаимодействия, на самом деле Это правильно Дело в том, что Ну, как бы на удивление Когда я пришел общаться с представителями Госдумы Абсолютно высочайшая квалификация Эти люди понимают про блокчейн Не меньше нас с вами А вот И они хотят диалог Другой вопрос Госпожа Сурова проводит даже там Такие лекции Другой вопрос, что как бы Госдума одинока А вокруг еще стоит ряд Достоинных людей Из разных организаций Государственных Спасибо Спасибо большое, Игорь Да Давайте похлопать Потому что Тема законодательства Она Сейчас Сейчас я какой-то микрофон тогда возьму В итоге У нас там много и помалочь микрофонов Вот Тема законодательства очень важна И мы все Все Ну, ждем Когда, например, в частности По ICO что-то примут Зарегулируют эту историю Потому что Это Большие игроки Как мы киды называем В плане Проведения ICO Они еще ждут Вот Они еще выйдут Появятся И инвесторы